Всем привет дорогие друзья из вечерней Аланьи. Солнце уже заходит на улице в 6 вечера. Ну а мы приехали на набережную около мэрии Аланьи. К нам приехали подписчики нашей группы Вконтакте Аланьи, Тюркия. И сегодня мы с вами встретимся, подписчики из Анкары. Сзади нас вы видите такой красивый сад. И сейчас мы отправляемся на набережную. Оставайтесь с нами, я покажу вам что там происходит интересного и расскажу много интересного. Пойдемте. Прям напротив мэрии, друзья, есть вот такой вот красивый парк для детей под большими красивыми деревьями. Здесь очень много различных качелей, всяких разных горок для детей. И вот в жаркую погоду здесь очень хорошо деткам кататься играть, а родителям отдыхать. Друзья, мы уже посидели попили кофе, чай с нашими новыми знакомыми из Анкары. Их с вами я познакомлю в конце видео. Сейчас я хочу прогуляться до пляжа, показать, что происходит на пляже. И хочу вам также рассказать несколько интересных моментов непосредственно про набережную, что здесь есть интересного посмотреть. Если вы, например, прогуливаетесь вечером по набережной или просто идете на набережную, также покажу, где находится тот самый мини-рынок, где продают свежую рыбу. Ну а сейчас мы пришли на пляж. Народу здесь я уже вижу, что народу много. На набережной гуляет много народу. На пляже в море невероятно много народу. Сейчас я дойду до хорошей обзорной точки и покажу. На сам пляж, конечно же, не пойду, но вот отсюда вы можете посмотреть. Солнце уже заходит, море спокойное. Кстати, это один из таких самых спокойных пляжей. Прогулочные корабли. Народ отдыхает. Очень сегодня хорошая погода. Утром был, кстати, дождь. Сегодня был в Алании первый дождь за все лето августовский. Часов в шесть утра очень сильно лил, как из ведра. Вот детишки здесь бегают, играют, продают кукурузу. Солнце уже, видите, заходит за пальмами. Очень-очень классно, приятная здесь, конечно, атмосфера. Прошел, в общем, сегодня первый дождик. Было очень прохладно днем. Я проснулась поздно, потому что вчера поздно легли. Ну а вот, смотрите, есть кукуруза вареная, а есть кукуруза жареная, как шашлык. Такая вот на гриле. Стоит 3-3,5 лиры стоит. Сейчас мы дойдем до кафе, в котором мы обычно пьем чай, наслаждаемся панорамой на набережную и на Красную башню. Ну а всем рыбакам, рыбакам и кому интересно, я покажу, вот смотрите, какая рыба здесь есть в Алании. Можете сделать себе фотографию. Очень-очень-очень много разнообразных рыб есть в Алании. Эта табличка висит тоже, вот видите, на доме, на кафешке около пляжа. Есть вот рыба, самая популярная рыба. Я здесь сегодня тунец. Я, к сожалению, в рыбах не очень разбираюсь, но вот видите, даже есть рыба, которая, например, ловить запрещено. И, как я уже говорила, вот эта кафешка принадлежит обществу рыбаков Алании. Здесь можно прийти попить чай, поесть тосты. Тот, кто спрашивал балык и кмек, вот здесь вот на лодочке, прям уже практически как в Стамбуле, когда ты находишься на именену, продают балык и кмек. Вот здесь, вы видите, тоже можно купить и покушать балык и кмек. Здесь его прям готовят из свежей выловленной рыбы. И вот, вы видите, с этой кафешки открывается вот такая вот красивая панорама на набережную, на Красную башню. Кстати, когда заходит солнце, очень здесь, конечно, красиво сидеть и наблюдать, любоваться панорамой. Но, как я говорила, здесь находятся, видите, морские рыболовные лодки моряков, которые ездят на рыбалку. Я думаю, что вечером они уезжают, рано утром точнее, ловить рыбу. И сейчас я вам покажу кое-что еще интересное. Пляж я уже вам показала. Видите, как красиво на фоне заходящего солнца. Лодочки так красиво смотрятся. На другой стороне горы. Здесь Красная башня. Здесь также расположена береговая охрана турецкая и несколько раз в год по праздникам. Можно подняться на корабль береговой охраны. Там проводят экскурсии. Можно посмотреть, какие у них есть, как вообще обустроен корабль, и какое у них там есть оружие, как все это изнутри управляется. Ну, а я подошла, смотрите, вот к какому-то очень старому судну. Интересно. Наверное, его откуда-то выловили. Или раньше их здесь, кстати, не было. Посмотрите, как здорово. Я вот не знаю, откуда они. Может быть, во время шторма с ними что-то. Кстати, кто знает, разбирается, скажите. Потому что похоже, что, возможно, во время шторма или ремонтируют их места не хватило. Ну, в общем, не знаю. Ну, а мы подошли уже к... Вот там находится береговая охрана. И раньше здесь, друзья, стояли судна, на которых плыли, где-то здесь поблизости в Аланье плыли беженцы. Эти два судна остановили и пригнали сюда. Ну, это со слов береговой охраны. И, по-моему, эти два судна, они стояли раньше здесь. Ну, по-моему, это вот это вот судно. Вот это вот точно судно. И было еще судно. Вот, друзья, стоит оно здесь, кстати, уже около года. Ну, вот на таких суднах люди большими-большими группами пытаются доплыть до места, где им кажется, что жизнь будет лучше. Пытаются убежать от войны. Ну, у кого-то, у кого, у кого какие надежды. С надеждами, в общем, на новую жизнь. Очень жаль, конечно, что так происходит. Очень жалко людей. Хотелось бы знать, конечно, когда все это закончится, остановится. Ну, давайте не будем о грустном. Вот там вот вдалеке расположен маяк. Я сейчас постараюсь дойти. До того вот маяка я не дойду. Вот до этого маяка. Я уже вам говорила, что напротив прогулочных кораблей на набережной Аланьи есть небольшой рынок свежей рыбы. Да, там даже не рынок, а латки стоят. И я вам сейчас покажу, где это. Это вот прям прогулочные корабли. Идете в сторону Красной башни, поворачиваете, поворачиваете. И вот по дороге, по дороге к маяку, я думаю, что отсюда даже это будет видно, есть домик, где можно купить свежую рыбу. Смотрите, приехал лайнер какой-то новый. Ну, в общем, где-то вот в том районе от прогулочных кораблей нужно вот обойти, обойти, обойти. И ближе к началу дороги на маяк есть небольшой домик, где находятся непосредственно лотки с свежевыловленной рыбой. Вот здесь, видите, мужчины ловят рыбу. На маяке, кстати, тоже очень красиво бывает. Ост Как вы видите, солнышко уже зашло, очень тепло, прохладно. Сейчас встретила рыбаков, и представляете, один из них тоже занимался дизайном, рекламой, в общем маркетингом. И мы с ним целый час практически стояли и разговаривали по нашим делам, в общем все то же самое, что 20 лет назад, что сейчас. Ну а сейчас давайте пойдем. Привет, здравствуйте. Где? На фейсбуке? На ютубе. У вас такие влоги классные. Спускайтесь. Я сейчас завалюсь. Сядьте, сядьте, сядьте просто. Как вас зовут? Ульяна. Друзья, вот представляете, гуляю по набережной и встретились с Ульяной. Вы здесь живете? Я ваша подписчица, да? Вы здесь живете? На Хмутлове? Нет, не на Хмутлове. Мы живем в Чикчили. Представляете, как классно. Теперь будем в улице узнать друг друга. Да, я ваша поклонница. Ой, я вас умоляю. Нет, серьезно, классные влоги вообще просто потрясающие, настолько информативные. Потому что мы недавно приехали сюда, и мне было важно собрать информацию. Вообще, как о стране, так и о городе. Ну я рада, что... То есть мы струк турок, но мы ничего не знали ранее о Балане, и мы здесь не были. А вот откуда приехали? Вообще, мы пять лет жили в Новосибирске. Ну, мы там поженились. Ой, интересно как. И вы там жили, и потом сюда? Да, да. Слушайте. И дочка. Сука, дочка, здравствуй. Это девушка, которая вещает о Турции, снимает влоги на Ютубе об Алане, то есть очень информативные. А, так вы же тоже по-русски, наверное, говорите хорошо. Ну, конечно, он работал в России. Ну, сам по-русски, вы уже России жили? В России. Ага. И она рассказывает, то есть от нее узнала про Телеферик. Телеферик, да. Что открылась канатная дорога уже. Очень хорошо. То есть мы очень интересные ваши влоги. А вы здесь живете вообще или как? Да, да. Сам уже семь лет я увидел. Сам уже монозатург. Чем занимаетесь? С журналистской деятельностью, да, наверное, связано? Нет, вообще наша основная работа – это типография, полиграфия, графический дизайн. Ну, в общем, печать, брошюры там, визитки, все вот это дело. Вот. Ну и так или иначе тоже, поскольку мы журнал делаем с журналистикой связанной. Вообще какую городу делают в России? С Мурманской. А мы масса. А здесь уже сколько? Семь лет? Семь, больше семь лет. И не уезжать от нас? Не хочу, нет. Нравится именно Алания? Да, нравится. Я просто во всей Турции была в Алании первый раз. Нет, мне нравится. Но я бы хотела еще, например, если не Алания, в Эскишхире пожить. Эскишхир мне очень нравится. Эскишир? Эскишир, да. Очень круто. Это университет Мирога, там молодой журналист. Очень классный город. Я измир жил 5-5. Нет, в Измире я не была еще. Не объездить всю, всю Турцию. Измир прекрасный, он более интеллигентный. Мы в Газиантепе были недавно. Он из Газиантепа. Он из Газиантепа. Газиантепа, ты просто. Она тоже любит. Да, это просто что-то невероятное. Это просто. Блин, ну классный такой. Там атмосфера такая. Люди. Исторический ресторан. И столько всяких достопримечательностей. Вот все, действительно. Еда вкусная. Да, да. Правда, на меня там все смотрели. На меня тоже. Я уже мужу говорю. Я говорю, смотри, давай какую-то косыночку. Мне просто как накинем. Чтобы, потому что я уже не могу. Просто вот так вот уже. Иностранцы. Просто да, потому что иностранка. И настолько. И я потом узнала. Мне муж рассказывает. Что оказывается в Газиантепе очень популярны гастрономические туры. Для европейских, немцев. Да, даже мира. Да, да. То есть люди, которые ценители кухни. Они вот едут туда. И я для себя. Вот представьте, насколько Турция разнообразная, интересная страна. Это же просто обалдеть. Интересно вообще. И каждый раз, как в первый раз. Да. Кушадаса. Очень. Да. Мы забыли почти. Мы забыли почти. Стамбул, конечно. Хорошо. Ну ладно. Скажите, скажите, пожалуйста, всем. Вот всем друзьям, которые... Постоянно пишет народ. В Турции небезопасно. Когда народ узнал, что мы ездили в Газиантепе, мне вообще сказали, что вы все сбрендили. Мы даже в Килис ездили. О, в Килис. Мы специально поехали в Килис. Вот, буквально граница Сирии, вот там. Да, да, да. Ни одного военного, ни одного беженца. Но они где-то там, может быть, на границе в лагере. Те, кто пришел в город беженцы, они там уже как свои открыли там свои парикмахерские магазинчики. Конечно. Люди не верят. Они не верят, что даже на границе все нормально. Потому что нормальная охрана, военная, все это контролирует. Ну, люди боятся, не знают, кто это, допустим, это... Это... Россия страна. Информации много очень. Информации мало дают. И я... И лишним много информации. Моя работа занимается. Я директором работы в магазине. И людей спрашивают из Беларуси, Казахстана, Украины, Россия. Они спрашивают, а вы как-то... Первый раз вы здесь? Да, мы первый раз. Люди ехали, еще много раз... Много людей есть, не были вообще тут. Да. Почему не были? Потому что боятся. Не боятся. Вообще этот год, первый раз они приехали. Да, кстати, очень много в этом году, очень много. Очень интересно. Много первых человек сюда приезжают. Из Беларуси, разные языки. Из страны. Даже не Россия только. Нет, но все равно многие боятся ехать. Я боятся, боятся. А им спрашивают. Они очень все... Сейчас-то уже все, слава Богу, есть в Facebook все группы, что даже тот, кто боится, заходит в группу и пишет. Вы просто скажите мне, что у вас там происходит. Друзья, вот так вот гуляя по Алании, познакомилась с новыми подписчиками. Точнее, с подписчиками в лицо, в лицо я их увидела. Блин, как же это здорово. Оказывается, как я не перестану никогда говорить в соцсети, это не зло, а добро. И на чем я остановилась? А, на наших друзьях, уже новых подписчиков из Анкары. Представляете, они купили здесь квартиру. Семья из Анкары 20 лет назад всего за 3500 лир, когда зарплата средняя была порядка 700 лир. Далее их дом перестроили. Сейчас у них новая квартира, которая стоит 80000 лир. И я Айхану говорю, где ты был в 2000 году? Почему не скупал землю в Бахвутларе? Потому что в то время земля была очень дешевая. Ну, естественно, 20 лет назад там практически ничего не было. Ни одного высотного здания там не было. Ну, в общем, кто скупил землю в то время, тот не проиграл. А сейчас уже поздно. Поэтому нужно в Турции где-нибудь найти такое интересное и красивое место, до куда туристы еще не добрались. И купить землю по дешевке, чтобы потом ее продать каким-нибудь отелем. Так что, друзья, вот так. Представляете, за 20 лет насколько земля выросла в цене. Просто невероятно. Ну, а сейчас я уже практически подошла к кафешке. Айхан меня потерял. Я сказала, что ушла на 5 минут. Поболтала с одними, с другими, с третьими. И они, наверное, там уже ждались. Пойдемте. Я вас с ними познакомлю. Я вас с ними познакомлю. Я вас с ними познакомлю. Хорошо, добро. Какого Алания? Алания, супер. Я в 95 лет назад сюда в городе来рался. Я очень любимый город. Я очень любимый город. Я очень любимый город. Мамутларда есть и еще одна. Я у меня на анкаралей. Я люблю Алания. Я очень любимый город? Вhésitez в Абаня, Кали, Ольга, Кали, Пляжи, Пекне, Димчайи Ваня, Калпки, Капа. в ассан асан а ланья в диагонт ован и ян 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 и делапись а ланья в последние деньги извините что это что ладо шелалей а ланья да человека а ланьян а ланьян а ланьян а ланьян а ланьян оба чаян в embeddedых цей оваж R basket напрямую вeka таки в медицинах шелаля Думаю. Думаю, мы очень сильны. Резаляно, море, зима много суток. Резаляно, море. Судя может дать рожать, только в туалет. Абсолютно есть уток, кроме того, на 200-250 июля, правда, Ох, где-то есть уток, я думаю, что вы думаете, что это называется, по-другому. Командаш, Сападелика. Сападелика. Орле и мы с вами. Галина, я не с вами был. Я не с вами был. Орле и погибли. У меня нет. Но вы не раздражались. Потом мы с Гази Паша, гибли. Гази Паша, я не могу. У меня не было, я не был. Захильный путь. Показать, как и в Аданья, あと не обходом сейчас будет alайами и все соответственно вот в той же там поэтому пожалуйста сколько Я очень люблю качать. ... ... ... ... ... ... Показахи, Калетели, Макъеда козу, Комикалы, Комикалы, Макъеда, Комикалы и Комикалы. Расскажи в Комикалы, Комикалы, друзья, кавасы ищи, общие, общие ищи. Показания, у нас 23 тысяча. По годам века, не было. Историн был, сделать из-за меня. Друзья, вот так прошел наш Сегодня понедельник, вечер понедельник встретились с многими интересными друзьями, новыми, новыми друзьями В общем познакомились с новыми людьми, встретились старыми знакомыми Очень получилось, совсем не хотели выходить на улицу, получился такой интересный насыщенный вечер Надеюсь, что вам тоже было с нами интересно, подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх 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 Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь Подписывайтесь на наш канал В общем, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы Мы с удовольствием на все постараемся ответить Ну а на сегодня, всем всего хорошего, всем счастливо, пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok